Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Привет, друзья, на связи МК. Сегодня у нас нестандартный выпуск. Сегодня мы распаковываем лутбоксы с Алиэкспресс. Давеча мне прислали ссылочку на такой сайт, iPhones.ru. Может кто-то знает, достаточно известный сайт. Где была целая статья, посвященная лутбоксам. Коробка сюрприз с неизвестным гаджетом с Алиэкспресс. Уверен, это купленная статья, хотя у нее высокий рейтинг, много комментариев. В том числе негативных и скептических. И тут прямо в заголовке написано. Рискнете купить? Мы рискнули. Три штуки я заказал в совершенно разное время. То есть я старался не попадать в один поток. Как мне казалось, может быть там действительно какой-то рандом. Потому что, если вы зайдете на Алиэкспресс по реферальной ссылочке с этой статьи, вы обнаружите, что там куча-куча положительных отзывов. Друзья мои, тут люди выигрывают. Телефоны, приставки, наушники. В общем, золотая жила. Мы, естественно, в этого все не верим. Но в качестве эксперимента мы решили заказать вот эти лутбоксы. Вот так вот они выглядят. Я ожидал, что там придет какая-то коробочка. Я не знаю. Не важно, что внутри. Но чтобы это выглядело как лутбокс. Но ничего. Вот у нас такая посылочка. Стандартная, которую вы забираете на почте. И что мы видим? Посылочка отправлена из Долгопрудного, что под Москвой. Отправитель всех трех лутбоксов. Арутюнян Асмик Гагиковна. Асмик Гагиковна отправила нам три лутбокса. Которые мы вместе с вами сейчас распакуем. Напомню, каждый из них стоит, по-моему, 700 рублей. Около 700 рублей. С доставочкой. В общем, давайте вскроем первый лутбокс. Первая. Я не знаю, что это. Мы сейчас посмотрим. Но что-то про селфи. Итак. У нас здесь вот такая прищепка с проводом. Для, видимо, для съемки селфи. В общем, оно стоит, ну, я не знаю. Рублей 50, наверное. Ладно, хорошо. Не повезло. Не повезло. Такое бывает. Такое с лутбоксами бывает. Открываем следующую посылочку. Следующий лот. Это кабель USB вот в такой вот Type-C. В такой вот потрепанной, ноу-нейм коробочке. 700 рублей. Отлично. Хорошо. Ну и, наконец, самая большая. Так. Ух ты. Два в одном. Это, друзья мои, наушники почти Apple. Даже крышка не держится нормально. Это чисто дешманский Китай. Окей. Может, в этот раз нам повезет. Вау. Такой же кабель, только белого цвета. То, чего мне как раз-таки и не хватало. В этот раз коробочка была, кстати, хорошо запакована. Итак, на все про все мы потратили примерно 200-200-300 рублей с доставкой. И получили микро-USB кабель. Type-C кабель, который стоит, ну, я не знаю, рублей 50. Дешманские наушники за 100 рублей за Коспод Эппл. И вот такой вот цвет, чтобы снимать селфи. Ну, по моим расчетам, это будет стоить где-то 100-100-300 рублей. Максимум 300 рублей. А я купил это за 2100 рублей. Поэтому, друзья мои, я за вас проверил. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Помимо всего прочего, вот помимо вот этого вот мусора, я заказал усиливающую планку на AM5. Я не знаю, для чего она нужна. В LJ1700 я еще понимаю. Но мы проверим, как это влияет на охлаждение. Потому что нам пришел, друзья, инженерный Ryzen 7000 серии. Это, по-моему, 7600. Но там неизвестно точно, что это будет на самом деле за зверь. На Алиэкспресс таких не продают. Поэтому нам пришлось через посредников все это купить. Сегодня я записываю этот ролик на дешманский микрофон Fifine. Петличный. Я вообще не люблю петличный микрофон. Я больше люблю записывать на студийный микрофон звук. Потому что легче обрабатывать, качественный звук. И вот такую вот я заказал тестовый стенд. Мне не хватало тестового стенда. Потому что постоянно собирать компьютеры и тестировать их в корпусе неудобно. 3630 рублей он обошелся мне вместе с доставкой. Я надеялся облегчить себе жизнь. Но мне пришел целый конструктор. С инструкцией. Кучей креплений. Вот таких вот по номерам. Тут даже у нас перчатки. Куча болтов, шурупов. В общем, хотел облегчить себе жизнь. Но придется вот попотеть. Ну ничего, соберем. Я потом в видео, когда мы будем тестировать, вы этот тестовый стенд увидите. Может быть, коротко я расскажу вам, как он вообще в эксплуатации. Пока я готовил ролик, я все-таки собрал этот тестовый стенд. Всего лишь час из жизни. Вот так это все выглядит. Блок питания закреплен на вот эту пластиковую пластину. Держится он не очень хорошо, потому что не все отверстия подошли. Китайцы, конечно, перемудрились с конструкцией. Мне казалось, что все должно быть куда проще. У меня осталась еще куча различных деталек. Вот это вот для подключения передней панели. Я так и не понял, зачем они положили вот этот шаблон. Если кто-то знает, может написать. Комплектные перчатки дают плюс 20 к инженерии, но мне это не помогло. Отдельно отмечу качество вот этой стали, направляющих. Сделаны они очень хорошо. Инструкция на английском, но она достаточно подробная. Здесь все по номерам, а там было по пакетикам все это разложено. Принцип здесь значит какой. Вот эти вот направляющие, они двигаются. Их можно подстроить под каждое отверстие. И с помощью вот таких салазок с креплением закрепить любую материнку. Видеокарты крепятся вот на такие направляющие спицы. Здесь несколько отверстий, можно поставить любую. В общем, кому нужен открытый стенд за недорого, можете присмотреться к такому варианту. Но, как по мне, здесь как-то все перемудрили и можно было все это проще сделать. Напоминаю, после тестов, вот эту плату на А-чипсете и инженерный проц, возможно еще оперативку, у меня много их накопилось, мы разыграем в нашем Телеграм. Ссылочка будет в описании, переходите, подписывайтесь. И в следующем видосе мы все вам покажем. Вот такой короткий ролик. Не заказывайте лутбоксы с Алиэкспресс, вам оно не надо. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, встретимся на основном канале. Субтитры сделал DimaTorzok